Всем привет! С вами снова Настя, преподаватель МСКУ по обществу о знании. Мы продолжаем наш цикл видеороликов о том, как готовиться к экзамену по обществу о знании. Один из самых популярных вопросов, как освоить такой большой объем материала. На этот вопрос сегодня и будем отвечать. Как выучить все разделы ЕГЭ по обществу о знании? Я преподаватель МСКУ по обществу о знании, у меня высшее экономическое образование. Несколько семестров обучения в Институте психологии и образования на втором высшем. Я готовлю к экзамену с 16-го года и так часто произношу этот текст, что уже не то ли от зубов отлетает, не то ли уже 10 раз запуталась. В общем, всю информацию обо мне вы видите на этом слайде. А, я напоминаю, что на этом YouTube-канале есть множество полезных видеоуроков для подготовки к ЕГЭ по обществу о знания у меня в Telegram-канале. Вы можете получить полезные материалы для подготовки, также немножечко, самую малость, следить за моей жизнью и за бесплатными курсами, которые выходят в Умскул. Для этого нужно на канал подписаться и внимательно за всем наблюдать, потому что открытые, бесплатные, полезные вебинары выходят очень часто, главное успевать на них попадать. Окей, погнали! Итак, я думаю, что вы уже знаете, что в ЕГЭ по обществу о знании у нас 5 разделов. В целом, навряд ли в будущем году, на ЕГЭ 24-го года, что-то изменится. У нас также разделы социальные отношения, человека, общество, экономика, политика и право. 5 разделов, каждый отвечает за отдельную науку, в некоторых есть даже несколько, скажем так, наук. Ну, понятное дело, право — это юриспруденция, политика, политология, экономика, экономика. Человек и общество — это своего рода философия, социальные отношения — это социология, а еще в человеке-обществе встречаются небольшие ответвления о культурологии, религиоведении и так далее, и так далее. Частый вопрос, с какого раздела лучше начинать подготовку. На самом деле, тут кто во что гораст, нет прям точной схемы того, как делать лучше. Большая часть школ по учебной программе начинают изучать общество знания с раздела «человек и общество». Однако, я считаю, что это не совсем продуктивно, потому что раздел «человек и общество» у некоторых вызывает большие сложности, и он достаточно сложный. Да, это раздел «философский», в котором встречаются такие понятия, как истина, сознание, познание, и очень долго обычно до ребят доходит, как же конкретно изучать эти темы, и что в этих темах в целом проходится. Поэтому я рекомендую, и в целом уже сколько? С 2016 года, шестой, седьмой год, да, я начинаю работу с раздела «социальные отношения», потому что этот раздел воспринимается ребятами полегче. На этом разделе можно познакомиться с какими-то азами общества знания, можно понять, например, что такое социальный институт, для того, чтобы в дальнейшем, изучая раздел «человек и общество», например, вас не отталкивало понятие, что такое социальный институт. Также можно познакомиться со строением общества, и потихонечку, исходя из каких-то базовых бытовых тем, такие как семья, нация, молодежь, понять, как в целом выглядит гигабо общество знания, уже начать немножечко решать, и, соответственно, постепенно углубляться в материал. Это такая большая моя рекомендация вам. Но на ваш вкус можете и с «человек и общество» начать, и с «социальных отношений». К слову, в кодификаторе, в перечне всех тем «ЕГЭ по обществу и знанию» у нас все начинается с раздела «человек и общество». Итак, начинается с «социальных отношений», если следуете моей рекомендации. Дальше по сложности, статистической, понятное дело, что для всех все разное, но обычно «человек и общество» вызывает поменьше вопросов, чем другие разделы оставшиеся. Поэтому дальше я рекомендую проходить «человек и общество», и, соответственно, если вы начали наоборот с «человек и общество», то рекомендую затем проходить «социальные отношения», вот эти два раздела, соответственно. И дальше уже идут разделы, которые, как правило, встречают больше сопротивления у ребят, это экономика, политика и право. Здесь рекомендую в следующей связке работать. Вы можете либо экономику оставить в самый конец, если вам тяжело дается экономика, если вам тяжело дается математика, какие-то логические операции, и пройти сначала политику права, либо рекомендую начать с экономики, отдельно ее пройти, и дальше пойти на политику права. Политику права рекомендуют все-таки вот в таком формате сохранять, потому что часть политики позволяет понять то, что происходит в праве, Потому что начинаем мы с понятия власти, а затем уже говорим, что одной из функций государства как раз-таки является монополия на издание законодательных актов, законотворчество, монополия на законотворчество. И, соответственно, мы вот потихонечку из темы власти и влияния на людей выходим к тому, какие законы есть в Российской Федерации, и их надо соблюдать. Можно вот таким вот образом. Напоминаю, кстати говоря, что право, да, все законы, которые вам нужны, есть во спецификаторе, это отдельный документ, листаете на последней страничке, там прям есть перечень законов, глав статей, которые вы должны знать. Дальше. Я рекомендую вам также в процессе подготовки, поскольку у нас большой гуманитарный предмет, использовать интеллект-карты, схемы, таблицы, чтобы как-то систематизировать все то, что вы будете проходить. Более того, я рекомендую не проходить темы в разброс, да. Встречаю периодически, есть такая тенденция, что преподаватели, в том числе онлайн-преподаватели, видимо, для того, чтобы набрать больше аудитории, параллельно ведут отдельно курс по экономике, отдельно по социальным отношениям, отдельно по человеку-обществу. Человек записывается на все эти курсы, и условно у него в понедельник человек и общество, в среду у него социальные отношения, в пятницу у него, там, не знаю, право, да. Казалось бы, да, ты захватываешь большую аудиторию, но это контрпродуктивно, потому что в голове все путается. Такая схема может подойти для технических предметов. У нас лучше учить темы последовательно, когда вы понимаете, как одна тема связана с другой темой. И вы вот так вот потихонечку, плавно идете по одной ступеньке, вторая, третья, четвертая, да. То есть у вас темы должны быть взаимосвязаны. Чтобы темы были взаимосвязаны, чтобы в голове все откладывалось структурно, последовательно, я рекомендую пользоваться интеллект-картами. На интеллект-карты мы с вами сейчас как раз-таки посмотрим. Вот так вот выглядит пример одной из интеллект-карт. Давайте договоримся, что эти интеллект-карты я выложу в свой телеграм-канал. Ссылочку на телеграм-канал напоминаю. Вот у нас есть QR-код, либо... Ой. Вот у нас есть QR-код, либо вы можете перейти просто по названию. Да, умнасть. Настя рекомендует, Анастасия Малова. Смотрите, что такое интеллект-карты? По сути, это большая такая карта, схема, где мы видим связь разных тем и разных понятий в обществознании. Это позволяет как-то уложить в голове, что вообще происходит. Я, соответственно, рекомендую начинать со строения общества, с понятия того, что такое обществознание. Дальше посмотреть на то, какая структура у общества, как идет перемещение в этой структуре. Соответственно, как называется каждая ступенька в этой структуре. И каждая ступенька соответствует свой социальный... Вернее, каждая ступенька в социальный статус и ей соответствует социальная роль. Можно отдельно посмотреть настроение с точки зрения элементов. Что мы можем сказать, что общество состоит из людей, из сферы общественной жизни, из социальных групп. И отдельно посмотреть, соответственно, например, все эти социальные группы. Пока вам эта схема навряд ли даст какие-то большие представления о том, что такое раздел обществознания, о том, как конкретно каждая тема проходится. Но факт остается фактом. Таким образом, лучше воспроизводимость материала. То есть, вы лучше понимаете, как одно связано с другим, и благодаря этому данные в голове сохраняются подольше. Такие же карты у меня есть в разделах человека общества. Есть по экономике, соответственно, по политике и по праву. Не претендую на то, что это единственный способ изучения материала, но я бы рекомендовала вам этими картами пользоваться в процессе изучения, потому что так легче запоминать информацию. Так одна информация крепится к другой, и, соответственно, ваша подготовка становится хотя бы немножечко, но полегче. Если, соответственно, вы хотите все эти карты получить, можно будет просто зайти ко мне на телеграм-канал и забрать их в виде документов. Либо они будут в закрепе, если вы будете в день выхода в видео их смотреть, либо они будут в файликах. Просто их поищите, пожалуйста. Ну и не забывайте, что поскольку предмет у нас большой, мы начинаем изучение, соответственно, с теории. Это логично. Каждую теоретическую единичку мы закрепляем практикой и обязательно все повторяем. Из-за того, что материала много, нужна не только последовательность и какая-то структура, нужно постоянное возвращение обратно к материалу. Мы всегда это делаем. И не забывайте, конечно, регулярно пополнять базу своих ответов. Если структура экзамена останется ровно такой же, то как только вы начинаете практиковаться, вы можете сразу завести отдельные файлики, какие-то конспекты для того, чтобы отдельно выписывать себе признаки, понятия для номера 18, чтобы составлять отдельные планы по 24 номеру, отдельные положения из Конституции по номеру 23 и отдельные примеры по номеру 25 для реалий социальной действительности. Как правило, это примеры из Российской Федерации. Вот это тоже важно делать в ходе прохождения всего материала. Вот такие советы я могу дать вам на данный момент для самостоятельной подготовки. Если вы хотите продуктивно готовиться к экзамену уже летом, готовиться вместе со мной на курсе мастер-группа, тогда рекомендую воспользоваться скидкой и записаться на курс по кодовому слову год прямо сейчас. Кодовое слово год можно написать мне в сообщении ВКонтакте, ссылочка есть внизу под описанием этого видео. Переходите по ссылочке, нажимаете на ссылочку, переходите, соответственно, в сообщение, пишите год, отправляете. Моя команда помогает вам разобраться со всем курсом подготовки. У нас рассказывает, какие условия записи на курс и показывает, как курс в целом выглядит. Это не значит, что вы обязаны записываться, вы просто узнаете подробности. Это очень-очень важно. Кроме того, при записи по кодовому слову год в июле месяце действует скидка 10%. Вы скажете, мы смотрели предыдущее видео, там было 15%. Дело в том, что каждый месяц, чем ближе к сентябрю, чем меньше к официальному старту учебного года, скидка будет уменьшаться, поэтому не упустите свою возможность записаться по самым выгодным условиям со скидкой 10% на весь годовой курс, а это выходит достаточно большая сумма скидки. А еще при записи в июле вы также получаете отдельный курс в подарок. Это летний старт, который включает в себя занятия онлайн в августе. То есть вам идет такой подарочек, условно, один бесплатный месяц обучения вместе со мной. Пишите кодовое слово год мне в сообщении группы ВКонтакте, ссылочка снизу под описанием этого видео. В сообщениях я расскажу подробнее, что входит в курс. Если кратко, это онлайн занятия, теоретические занятия в записи, это домашняя работа, это все материалы каждому уроку, проверка домашней работы, ответы на все ваши теоретические вопросы, которые необходимы для изучения курса общества знаний в течение 5 минут, и 24 на 7 поддержка. Чтобы узнать подробнее, все-таки пишите кодовое слово год, там я расскажу, соответственно, уже лично отвечу на все вопросы, которые вас интересуют. Пожалуйста, не переживайте, не бойтесь, это не обязывает вас записываться, вы просто узнаете подробности. Если нужно, советуйтесь с родителями, если нужно, отправляйте к нам родителей. Мы все-таки большая известная школа, мы работаем полностью официально, у нас можно получить налоговый вычет, у нас есть образовательная лицензия, мы сотрудничаем с экспертами ЕГЭ, поэтому можете не бояться и рассказывать про подготовку у нас, в том числе и вашим родителям. Думаю, ваши родители будут только рады, что вы хотите уже сейчас начать готовиться к экзаменам. С вами была Настя, преподаватель им скул по обществу о знанию, кодовое слово год, пишите мне в сообщении группы ВКонтакте, и начнем подготовку к экзаменам.